Как выглядит алмаз стоимостью в 53 миллиона долларов? Что делали туристы на показе от Ивсен Лорана? И зачем НАСА отправляет зонд на солнце? Об этом и не только в нашем обзоре. Руководство соцсети Twitter планирует увеличить количество знаков в сообщении. Вместо 140 символов в одной записи можно будет уместить в два раза больше. В Твиттере утверждают, это поможет людям более свободно излагать свои мысли. А вот сами пользователи считают, что новый формат хорош для тех, кто любит оскорблять. Пока режим экспериментальный и доступен не для всех. Один из крупнейших алмазов в мире, лес и дилерона, продали за 53 миллиона долларов. В прошлом году торги провалились. На аукционе Сотбис за камень предложили 61 миллион долларов. А владельцы хотели выручить 70. Приобрела алмаз компания Graf Diamonds британского миллиардера Лоренса Графа. Камень нашли в Ботсване в 2015 году. Его масса около 220 граммов. Это 1109 карат. Леонардо Ди Каприо перевоплотится в Теодора Рузвельта. В биографическом фильме о жизни 26-го президента США он сыграет не только главную роль, но и будет продюсером. Фильм станет шестой совместной работой Ди Каприо и режиссера Мартина Скорсезе. Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Высокая мода возле Эйфелевой башни. Французский дизайнер Ивсен Лоран устроил показ под открытым небом. В коллекции «Весна-лето 2018» Кутерье предлагает носить яркую одежду в стиле диско. Модели дефилировали в нарядах, щедро украшенных вышивкой. Также в коллекции много кожаной одежды. Посетителем события стали сотни туристов, которые прогуливались в этом районе. В НАСА показали, как готовиться к полету на Солнце. Космический зонд приблизится к светилу на 7 миллионов километров. Температура там достигает более тысячи градусов по Цельсию. Аппарат будет изучать потоки частиц, исходящих со звезды, так называемый солнечный ветер. Он вызывает проблемы со спутниками, перебои в энергоснабжении и связи. Миссия начнется следующим летом и продлится 7 лет. Она станет самой дорогой в истории НАСА – 750 миллионов долларов. Свыше 6 тысяч человек эвакуировали в убежище на острове Эмбайе в Бануату. Там проснулся вулкан Амонаро. Огненная гора извергает километровые столбы пепла. На острове проживает около 10 тысяч человек. Если вулкан не успокоится, понадобится полная эвакуация. Последний раз Амонаро извергался чуть больше 10 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok